Красная дорожка, приглашенные звезды. Теперь эти фестивальные радости любителям кино только снятся. Из-за пандемии отменили знаменитый Каннский кинофестиваль под вопросом московский. Шукшинскому сначала тоже власти сказали нет, но потом федеральное министерство все же выделило средства с условием провести все в ограниченном формате. Это не весь край, как это было обычно. Это не десятки кинозалов, как это было обычно. Это всего лишь навсего три площадки. Это очень ограничено по времени, по количеству участников. Поэтому мы вынуждены все-таки проводить в таком сжатом формате. Но, как говорил Шукшин, нет причин, чтобы не делать, всегда можно сделать. А поэтому будем делать. В итоге со 2 по 5 сентября на трех площадках в библиотеке Шишкова в Гмилике и на открытой площадке в парке Смертина покажут 8 фильмов. «Я свободен», «Отряд Таганок», «Куратор», «Калашников» и другие. Планировали включить снятую на Алтаею землю Эльзы, но авторы отказались. Также из-за пандемии не удалось, кстати, привезти на Алтай Эмира Кустурицу. Хотя он сам, говорит, член жюри Дмитрий Шарабарин очень хотел. Зато, уверен Дмитрий, новый формат даст себя проявить молодым режиссерам и особенно дебютантам, которые иначе оказались бы в тени мастеров. Коронавирусный год, он дает шанс именно таким картинам. У нас примерно половина картин сняты молодыми режиссерами. Но при этом отрадно осознавать, что, несмотря на молодость, взгляд у них очень серьезный на актуальные проблемы. И считаю, что шанс у этих режиссеров занять достойное место среди мэтров очень большой. А вот режиссер Евгений Бедрев, наш земляк и автор фильма «Пока цветет папоротник», у Барнаул прилетит. Правда, у простых барнаульцев увидеть звезду не факт, что получится. Всего разрешили допустить до показов не более 50 человек. Зато церемонии открытия и закрытия будут транслироваться по телевидению. Отсюда из библиотеки Шишкова. Завтра здесь, в библиотеке имени Шишкова, без красной дорожки, но от этого не менее торжественно состоится открытие 22-го Шукшинского кинофестиваля. И здесь же, вот на этой скромной сцене, состоится и закрытие фестиваля тоже. Так что в этом году Шишковка станет таким своеобразным пикетом 2020. 5 сентября жюри подведет итоги фестиваля. Планируется, что все участники, кто не смог приехать, примут участие дистанционно по видеосвязи. Зато приз победителю вазы из Ревневской яшмы будет вполне настоящий. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.